Недавно у меня состоялся такой диалог со зрителем. Я ему говорю, на мой взгляд, все русские стили единоборств — это плагиат, фарс и надувательство. А он мне в ответ, но ведь наивно считать, что самая большая территория в мире досталась нашей стране просто так. Вот и поговорили. Вы смотрите логический политический канал «Боевые ботаники» и это рубрика «Рычаг мозга». Сегодня мы разберем логическую ошибку «Соломенное чучело» или по-английски «A straw man fallacy». Из этого выпуска вы узнаете, как противостоять передергивателям разной степени искусности, чем отличается софизм от паралогизма и почему мне не за что уважать бойца UFC Александра Волкова. Тема «Соломенного чучела» должна быть очень понятна любителям единоборств. Вот представьте, вы вышли на поединок, а соперник проходит мимо вас и избивает мешок. Или бросает через бедро борцовский манекен и берет его на болевой, после чего заявляет, что он победил вас. Так это было бы в спорте. А как в споре? Примерно так же. Оппонент атакует не ваши тезисы, а их более слабые версии, которые он придумал сам. Сформулировал так, как ему удобно и осуществил подмену. Итак, «Соломенное чучело» или просто «чучело», а можно и «пугало» — это логическая ошибка или сознательная уловка, состоящая в искажении позиции оппонента с целью легкого опровержения этой позиции. Как это работает? Вы озвучиваете тезис А, оппонент подменяет его тезисом Б, после чего разбивает или высмеивает тезис Б и на основании этого заявляет о несостоятельности тезиса А. Пример. Вы говорите «Я не верю в Бога», а вам в ответ «Без моральных ограничений жить нельзя». Если у тебя нет понятия о добре и зле, нет никаких принципов, значит ты, батенька, животное, а не человек. Заметьте, вы не говорили, что отрицаете мораль, не говорили, что у вас отсутствуют принципы, но «чучело» уже сконструировано, атаковано и повержено. Соломенное чучело может быть как непреднамеренной логической ошибкой, то есть паралогизмом, так и умышленной манипуляцией, то есть софизмом. На мой взгляд, чучело чаще всего именно софизм, с большей вероятностью вы встретитесь с ним как с демагогическим приемом. Это очень простой и дешевый способ представить свою позицию сильнее, чем она есть на самом деле. Софизм можно простить разве что своему ребенку, когда вы говорите ему «никакого мороженого не будет, пока не доешь суп», а он вам «ты любишь меня, только когда я ем». Не буду есть. Трогательная, но все равно манипуляция. И да, заставлять детей есть, конечно же, неправильно. Давайте рассортируем и классифицируем соломенные чучела, ведь искажать ваше суждение можно по-разному. Я выделил пять способов. Первое. Преувеличение и доведение до абсурда. Вы говорите «Холокост – страшная трагедия Второй мировой войны». А вам отвечают «Ну понятно, кроме евреев, конечно же, Гитлер никого не убивал. А наших тебе, значит, не жалко, сволочь русофобская». Или другой пример. Ваш тейк. Гомосексуалы, очевидно, должны иметь такие же права, как и гетеросексуалы. Геям не нужно скрываться, тут нет ничего зазорного. Ответ. А я не считаю, что когда мои дети едут в метро, им необходимо видеть, как крашеные мужики в перьях долбятся в дымоходной эскалаторе. Это, кстати, похоже на логическую ошибку «Скользкая дорожка», про которую я рассказывал вот в этом выпуске «Рычага мозга». Только тут уже не просто заурядная дорожка, а скользкий и шальной гомоэскалатор. Пункт 2. Упрощение и обобщение. В качестве примера приведу еще один разговор с подписчиком. Он написал мне в директ. «Жека, как тебе бой Волкова с Аверимом?» А я, естественно, боями не интересуюсь и ничего про это не знал. Ну, погуглил, вроде Волков выиграл. Так и отвечаю, мол, никак, не смотрел я. Товарищ не унимается. Ну скажи, Александр ведь боец достойного уважения? У тебя он даже в дичи ни разу не фигурировал. Никаких зашкваров. Я в тот момент обладал неким количеством свободного времени и, будучи честным человеком, откровенно и подробно настучал свою позицию. А она такова. Да, Александр Волков чуть ли не единственный российский боец, который не вызывает у меня презрения и брезгливости, что уже немало. Но для уважения нужны поступки. Какие? Ну вот смотрите. На родине Александра происходят важные события. По стране колесит бригада убийц и травителей из главной спецслужбы. Вскрываются факты грандиозной коррупции на самой верхушке власти. А недовольных этим людей избивают и бросают за решетку. И у Волкова, как гражданина нашей страны, есть площадка для высказывания на весь мир. Там же берут интервью после победы. И можно ведь вместо дежурных банальностей коротко высказаться по главной повестке. Ну, хотя бы сказать в микрофон там свободу политическим заключенным в России. Поймите меня правильно. Я не настаиваю. Это его личное дело и добрая воля. Ни в коем случае не обязанность. Требовать мужества от бойцов мы не вправе. И, конечно, я бы очень удивился, если бы Александр что-то такое совершил. Но если бы совершил, это был бы поступок и повод для уважения. А так, он равнодушен к нам, я равнодушен к нему. И вот, отправил я этот манифест, а зритель мне после этого в ответ. То есть ты хочешь, чтобы все сидели как Кудин? Я не согласен. Если все бойцы будут в тюрьме, дальше он начал что-то излагать по своему чучельному сценарию, но я его уже забанил. И зарекся вести длинные беседы с незнакомцами. Но есть исключения. Подписывайтесь на Бусти. Там у нас с определенного уровня дается доступ к чатику в телеге. С нашей элиткой я готов подискутировать. Ссылка внизу. Жила-была чучела, набитая дерьмом. Цитирование вне контекста. Или выборочное цитирование. Это когда берут кусок вашей цитаты и начинают с ней спорить. А частичное цитирование, это может быть совершенно иная позиция. Например, знаменитая фраза «В здоровом теле здоровый дух» изначально звучала у поэта-сатирик из Древнего Рима по имени Венал так. Надо молить богов, чтобы дух здоровый был в теле здоровом. Все мы слышали шуточную трактовку Игоря Иртенева «В здоровом теле здоровый дух» на самом деле одно из двух. Так вот, она очень близка к римскому оригиналу. А что касается чучела, то из моих выпусков можно надергать много прекрасных гуманистических цитат и легко с ними поспорить. Вот, например, «Надо убивать людей» тут не то, чтобы поспорить, а сразу донос можно накатать товарищу майору. «Жило-было чучело, набитое дерьмом». Четвертый пункт. Указания на уязвимые, маргинальные и уже много раз затоптанные доводы, которые иногда кем-то используются для поддержки позиций оппонента, но сам он их не озвучивал. Например, вы говорите «Я поддерживаю западные санкции против путинской комарильи». А в ответ «У вашего брата-либерала за границей всегда права». «Чучело, предатель». И потом аргументация «Почему эта самая заграница права далеко не всегда». Или вы говорите, что вредно и опасно замораживать цены на сахар. А вам отвечают «Да-да, конечно, рыночек порешает». После чего атакуют идеалистические либертарианские представления об экономике. Первоначальные тезисы про санкции в первом примере и про цены на белую смерть во втором уже забыты. «Жило-было чучело, набитое дерьмом». Пятое. Сплошная выдумка. Это уже не искаженные, а полностью сфабрикованные утверждения оппонента. Причем те, которые не использовались и никем другим. Например, я могу долго что-то рассказывать на стриме, отвечать на вопросы по разным темам, а потом вдруг получить донат такого содержания. Тебя послушать, женек, так получается, что Петербургу было бы лучше в составе Эстонии. И не важно, что ничего подобного я не говорил. Хотя идея, в принципе, интересная. Ну или вы говорите «Лучший подарок на 14 февраля – хороший фонарик». А вам отвечают «Собрались наводить на цели натовские бомбардировщики? Сажать вас надо, предателей». В общем, чучела бывают разные, но общий признак такой. Человек карикатурно изображает взгляды оппонента, побеждает эту карикатуру, а затем заявляет о своей победе над реальной позицией соперника. Как минимизировать свою уязвимость перед приемом соломенное чучело? Старайтесь использовать четкие и однозначные формулировки, усложняющие неправильное толкование. Но надо понимать, что это вообще не гарантия. И если все же вас атаковали через чучело, то лучше не защищать искаженную версию своей позиции, а указать на передергивание. Спросите оппонента, почему он считает, что его редакция ваших тезисов адекватна исходнику. Дайте ему шанс признать ошибку, если она неумышленно. Ну а если вы столкнулись с сознательной манипуляцией, то прямое указание на чучело заставит риторического пройдоху запутываться в еще более некорректных аргументах. Если же против вас вышел прожженный и искушенный мошенник, то игнорируйте его соломенное чучело. Просто продолжайте отставить свою истинную позицию. Можно ли самому использовать соломенное чучело? Решайте сами. Но помните, это эффективный, но примитивный и все-таки грязный прием. Поэтому применение чучела может позволить вам размотать неопытного визави, но резко понизит убедительность и значимость вашей победы. Поэтому не знаю, как вы, а мы, либералы-предатели, не хотим победы любой ценой. Мы никому не хотим ставить ноги на грудь. Но почти никому. Это была рубрика «Рычаг мозга». Ссылка на тематический плейлист про логические ошибки в описании. Поставь лайк и поддержи канал подпиской на Бусти. Всем натовские бомбардировщики! Те, кто досмотрел до этого момента, в конце узнают, что на самом деле это не соломенное чучело. Это не страшило. А это, друзья мои, обратите внимание, мы связали ему руки за спиной, что тоже является некой метафорой. Это Оля Лукоя. У него в руках два зондика. Белый и черный. И он сидел еще на одеколонии весь. А он сидел на одеколонии шипр. Скрытая реклама синьки. Если вам понравился этот выпуск, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Советую вам посмотреть и другие ролики боевых ботаников. В описании вы найдете список главных плейлистов и прочие полезные ссылки. А чтобы поддержать канал и получить доступ к эксклюзивному контенту, вступайте в наше сообщество на Бусти.